Всем привет, с вами я Роман и сегодня ко мне пришла вот такая вот посылочка опять от Димы Мураева и опять с моделями кстати кроме этой посылочки я сегодня покажу вам какие мне подарки сделали скажем так, очень важные и дорогие для меня люди вот, могу вам сказать сразу в жизни очень мало тех кто может быть важнее чем друзья или родственники вот, в общем сейчас я вам покажу эту посылку, покажу что же мне приехало приехали очень интересные вещи и на вот эти вот интересные вещи обязательно будет обзор так открываем смотрим что мне тут Дима прислал кстати эта посылка должна была прийти еще за неделю до нового года ну, благодаря замечательной почте России, эта посылка пришла ко мне вот только сегодня а именно 15 января как раз когда я снимаю этот ролик ну, как вы понимаете 21 года итак вскрываю не сильно горит желанием открываться но мы его заставим итак ну, в этот раз видимо, как-то чуть подхалпурил с упаковкой то есть какую-то большую прям сильно большую коробку положил модели поэтому они здесь походу мотылялись как одну в прорубе так оторваем смотрим итак, первая это у нас КИ-46 у меня, кстати, есть такая же модель от R-X обязательно будет на нее обзор фирма, от которой модель называется Арии когда-то эта фирма называлась ЛС итак, смотрим моделька полностью запакованная на модели тоненькая, очень аккуратная расшивка в общем, потом покажу эту модель модель отличнейшая в принципе, я ее взял на замену модели от R-X потому что фиксерскую модель надо перешивать а эту не нужно итак, убираем ее так, следующее вот этой же фирмы самолет Mitsubishi G3M так смотрим ну, такой относительно небольшой самолет вот у нас все в комплекте у нас тут лежит декаль, инструкция все как положено так стекло тут вот как-то так непонятно валяется ну, ладно надеюсь, со стеклом там проблем не будет учет этой пиклической пленки непонятно для чего итак еще одна коробочка опять же от этой же фирмы это у нас Ки-15 давно хотел эту модель самолета такой мелкий самолетик изначально как связной создавался потом его переделали в разведывательный ну, в общем интересная моделька ну, вот очень тоже давно я ее хотел в коллекцию так тут модель от фирмы Fujimi которую я тоже довольно давненько искал через диму ее дошел ну, вот это самолет D4 проверим ай от фирмы помню Екосука так видим такой тоже небольшой самолетик довольно прикольный вот так, вот это мне бонусом Дима прислал а именно вот этот Qshu Q1 W1 вот у этой модели конечно прикол есть в том что она немножечко некомплектная то есть здесь присутствует пластик остекление декальт по-моему даже есть если мне память не изменяет ну, вот но отсутствует плата фотоотравления которая здесь должна лежать ну, вот ну, фотоотравления тут я вам сейчас покажу в принципе я посмотрел в инете вот мне Дима сказал что мне эту модель пришлет сказал что отравленка отсутствует в принципе вот это фотоотравление можно попробовать сделать самому вот эти детали вот конечно они будут не так тонко выполнены как фотоотравленные но можно попытаться как говорится одаренному коню зубы не смотрят хотя опять же может где-то достану именно отравление на эту модель еще не знаю ну, в общем будем посмотреть так это у нас что такое кто у нас какую-то книгу Дима прислал я не знаю для чего и кому вроде в этой посылке только мое барахло шло ну ладно потом разберемся так вот это подарок с Новым годом звездовский клей маска и тут какой-то непонятный танчик в каком-то не совсем понятном мне масштабе пойдет на полочку поставить чисто как прикол какая-то детская игрушка походу еще советская все равно приятно так что-то еще отвалилось это наверное от книжки отвалилось или от что-то другого так тут у нас лежит вот такой вот Mitsubishi G4M которая тоже очень давно искал честно нигде не мог найти вот эту Хосигавовскую модель через диму получилось достать тоже отличная моделька хорошо выполнена с аккуратной внутренней расшивочкой то есть у меня Mitsubishi G4 E48 немножко другой модификации это G4M2 а у меня G4M1 ну там отличается вот наличием вот этой стрелковой точки ну и так по мелочам там есть несколько приколов по этому самолету он тоже полностью комплектный хороший набор вот он конечно мне не дешево вышел но редкости дешевыми не бывают по крайней мере у нас эту модель я бы нигде не достал так разбираемся смотрим дальше что тут еще так ну тут походу заключительные две коробочки одна из них это вот такой вот с аукциона выигранный за по-моему 800 рублей брестель блейнхей вот мпм вот вроде бы полностью комплектный не начатый куча барахла с него лежит ну ладно потом посмотрю даже если он этот немножко начатый ничего страшного лишь бы все детали были на месте ну и вот видим познавательные знаки поднижу то есть как-то так вот он мне пришел на замену модели от нова в принципе наборчик неплохой хотя грядь с косяками я очень жду когда вот такой вот блейнхейм с такой мордой выпустит фирма Airfix так ну походу наверное последняя в этой посылке коробочка это вот такой вот Mitsubishi Ки-67 тоже давно хотел этот самолет теперь мне для полного счастья осталось достать Mitsubishi Ки-48 Ки-49 у меня в принципе по японцам будет практически закончена вся тема то есть ну все японские самолеты какие я хотел у меня появятся тоже видим очень аккуратно выполнена расшивочка клепка все очень хорошо сделано набор отлично кстати проверить сразу декаль да декаль тут присутствует конечно пожелтевшая старая но ничего страшного в принципе моделям этим лет уже я думаю прилично так еще раз на всякий случай проверю что тут лежит есть тут еще что-то нет тут еще что-то пилем одноразовое тут какой-то хлам барахло ну в общем короче Дима все решил таким макаром упаковать но в принципе все равно это очень скажем так приятно что он выморочился и положил подарки и модели постарался упаковать так чтобы с ним ничего не случилось сейчас покажу то что мне попало в коллекцию было подарено на новый год вот одна из этих моделей это Т26 Е4 Супер Першинг под хобби босса в 35 масштабе обязательно сделаю набор на эту обзор на эту модель модель классная мне очень понравилась очень приятно было ее получить честно давно хотел такой наборчик но как-то все время жаба давила покупать его вот и сейчас покажу еще один и еще вот такой вот наборчик мне был подарен на новый год вот это М1129 Страйкер с минометом вот такой вот набор жирный очень в нем деталей куча и травления есть набор честно очень порадовал обязательно обзор на него сделаю вот я давно этот набор хотел вот но все не представлялось возможности его купить а тут мне скажем так очень близкий друг вот этот вот набор преподнес в качестве новогоднего подарка то есть это было просто безумно приятно вот ну в принципе на этом ролик будем заканчивать спасибо что смотрели мои видео подписывайтесь на канал ставьте лайки под видео вступайте в группу вконтакте все ссылочки будут внизу в описании под видео всем удачи всем пока спасибо Продолжение следует...